Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который руководил страной почти 30 лет, сегодня объявил, что уходит в отставку. С завтрашнего дня. О своем решении он сообщил всему народу в телеобращении. Уже завтра полномочия главы государства до следующих выборов примет на себя спикер Сената Касым Жумарт-Такаев. А сами выборы пройдут по плану через год. Нужно сказать, что Назарбаев рекордсмен по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве. За эти годы Казахстан здорово изменился и справедливо будет сказать, что такой страна стала во многом благодаря ее президенту. Юрий Липатов продолжит. Во вторник утром пресс-служба президента Казахстана анонсировала выступление Нурсултана Назарбаева в эфире главных национальных телеканалов, назвав его обращением к народу Казахстана. Тема обращения, как оказалось, сложение полномочий главы государства. Наступил момент для подписания мной соответствующего указа. Позвольте мне зачитать. Прекращаю с 20 марта 2019 года исполнение своих полномочий президента Республики Казахстан. Полномочия президента Республики Казахстан на оставшийся срок переходят к председателю Сената парламента Республики Казахстан. Это мой последний указ в качестве президента. В заключение, родные соотечественники, я всем казахстанцам, каждой семье, каждому гражданину от всей души и сердца желаю благополучия, счастья, всего самого доброго. Чтобы вырастили детей, спокойно жили, верили всегда в наше прекрасное будущее. Исполняющим обязанности президента стал Касым Жомарт Такаев, которого Назарбаев назвал своим соратником, человеком, прошедшим с ним бок о бок все годы существования независимого Казахстана. Такаев учился в МГИМО, был советским кадровым дипломатом, затем министром иностранных дел Казахстана. В 2011 году заместителем генерального секретаря ООН. А в 2013 году избран председателем Совета Парламента Республики Казахстан. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный, обязательный. Поддерживает все силы, проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Такаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление сегодня Казахстаном. Согласно указу, подписанному Назарбаевым, Касым Жомар Такаев в качестве временно исполняющего обязанности президента примет присягу во время совместного заседания Палат Парламента, которое пройдет уже завтра, 20 марта. Ушельцы со своего поста Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с 1990 года. В 2007 году парламент предоставил ему, как первому президенту, право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. В последний раз он победил на выборах в апреле 2015, набрав почти 98% голосов избирателей. Срок его президентских полномочий истекал в 2020. Дорогие соотечественники, мы все видим, что мир меняется, не стоит на месте. Появляются не только новые возможности, новые глобальные технологические демографические вызовы. Неставильность мирового порядка мы наблюдаем каждый день. Как это всегда повело, с каждым поколением приходится решать свои задачи. Я и мое поколение сделали для страны все, что смогли. Пусть следующее поколение сделает лучше, сделает краше наш Казахстан. Законодательством Казахстана Нурсултан Назарбаев наделен официальным титулом лидера нации. Этот статус пожизненный. Кроме того, он остается главой правящей партии Нур-Отан и Совета безопасности. Юрий Лепатов, Нина Хорева, Антон Алфимов, Дмитрий Запарин, Первый канал.